Я Максим. У меня вопрос. У меня есть пара друзей-атеистов, и вопрос как раз будет связан с ним. Атеисты считают свое мнение, насчет, свое мнение, единственное правильное, насчет отрицания, они отрицают существование Бога. Естественно, все, что связано с ним, то есть раем и душой. И я спрашиваю одного своего друга, есть ли у тебя душа. Он, естественно, отвечает, что души у него нет. Я скажу, а ради чего ты живешь, если после смерти тебя ничего не ждет? Он скажет, что я живу просто так. Я живу, ну, я просто живу. И я подумал, если Атеист считает свое мнение важным, если он считает его истинным, то как может быть истинным и важным мнением человека, который при этом же говорит, что он мешок с костями, который живет ради того, чтобы умереть? Ну, вы знаете, атеизм – это мировоззрение, если коротко сказать, которое утверждает, который призывает, который говорит, верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Ну, если нравится. Я думаю, может быть, кое-кому и нравится, но это только тому человеку, который, наверное, такие преступления совершил, что действительно всё. Но представьте себе альтернативу – верь, человек, тебя ожидает вечная смерть или, напротив, тебя ожидает вечная жизнь. Вот фактически перед каким выбором мы стоим. Ну, верь. Верь. Какие основания для этой веры? Это нужно уже разобрать. Я одного профессора, доктора наук, спрашивал, когда он приезжал в академию, я говорю, помогите мне ответить на вопрос, на который я не могу ответить своим студентам. Ну, не могу и всё. Он говорит, какой? Я говорю, вот такой. Студенты мне говорят, вот вы всё время говорите, вот нужно то-то, то-то и то-то, чтобы убедиться, что Бог есть. Ну, хорошо. И они задают мне вопрос, а что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Я говорю, я сдаюсь. Я говорю, может, вы подскажете, господин профессор? Всё. Задайте этот вопрос. Что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот мне говорят, один, другой, независимо друг от друга, несколько человек вот в этом лесу видели волка. Независимо друг от друга. Я говорю, ну, наверное, действительно, значит, есть. А чтобы убедиться, что его нет, что нужно сделать? Знаете, что нужно сделать? Самым тщательным образом прочесать этот лес. И раз, и другой, и третий. И даже если не увидят, сказать, паршивец, хитрый же он, наверное, где-нибудь спрятался. Понимаете, для того, чтобы сказать нет, нужно знать в сто, в тысячу, в миллион раз больше, чем для того, чтобы сказать, что есть. – Я видел. Я, он, вот. А вы почему говорите, что нет? Почему вы говорите, что нет? Ах, вы не видели! Ах, вот как! Вот как! А если множество людей видело, если великие учёные, они просто неграмотные старушки, как это часто говорят, верили в Бога, и верят, кстати, то, кто, простите, вот кому же отдать мне предпочтение? Я вот прям не решить. Вы, наверное, умнее всё-таки, наверное, да? Сколько величайших людей мира на всех поприщах повязавшихся так верили в Бога! А они что, все были безумные? Ну, это, так сказать, психологическая сторона. А вот то, о чём я сказал, это запомните и попросите. Просите, что мне нужно сделать, чтобы убедиться. Этот мой бедный профессор, он из Института научного атеизма, он так ничего не ответил. Я говорю, я вам тогда подскажу. Я тогда подскажу вам. Он говорит, что вам подскажите? Я говорю, очень просто. Нужно сходить вот туда, туда, где тяжёлый металл-рок, и вы увидите. Я как-то в Америке был и ночью повели, в Атланте это было, там у них есть, так называемый, подземный Атланта. В общем, настроили полно этих, как их... В общем, ночью повели. Ну, повели всё, говорят, это была суббота, так, и вот там у меня показывают, вот здесь сейчас молодёжь там веселится, всё такое. Я говорю, можно посмотреть? «Пожалуйста». Я открываю дверь. Там оглушительные звуки, эти световые, всякие эффекты, всё. Я это со всей силы закрываю, захлопаю дверь и говорю, кто не верит, что есть Ат, пусть сюда посмотрят. Ну, эти мои сопровождающие американцы просто были в обмороке от восторга. Да. Вот я и этому профессору сказал, что нет Бога, должно легко убедиться. Только где? Только смотря где? А не вообще. Вот, оказывается, чтобы сказать, что нет, надо знать, сколько? Даже не могу себе представить, сколько. всё нужно знать. Уж даже какой-то паршивый это волка и тот, скажет, паршивый, спрятался и всё. Или лисёнка. Есть он или нет? Видели. Видели. Один, два, пять человек. А вы прошли в лес и не видели. Ну, ещё вам он будет показываться. Так и вам тоже Бог не покажется. Блаженный чистым сердцем они Бога узрят. Вот кредо наше. Вот так.